Привет! Меня зовут Аня Кондратьева, и это пятая заключительная серия моих северных сезонов из Исландии. Вдвоем с моей подругой на машине мы обогнули весь остров по кругу и вернулись к Рикьявику, но уже с западной его стороны. В окрестностях Рикьявика, как я говорила ранее, сконцентрировано самое большое количество достопримечательностей и колоритных мест, поэтому не стоит расстраиваться, если на путешествия по этой стране у вас есть всего несколько дней, и вы не можете исследовать весь остров целиком. Да это и невозможно сделать за один раз. Даже нам не хватило этих 10 дней, чтобы посмотреть все здешние красоты. Мануал, как надо фотографироваться в Исландии. Парень показывает, что нужно делать так. И знаете, что самое интересное? Они все так там делают. Вот там стоит куча людей и фотографируются, как он. Мы тоже, да. Счастье есть. Я тоже живет в Исландии. Вы слышите? Доброе утро. Спасибо, это то, что я утром хотела увидеть больше всего. Ну-ка, пошел отсюда. Это кемпинг Акранес. Он находится недалеко от рек Явика. Очень живописный на побережье океана. Вчера мы сидели вот здесь вот и смотрели на волны. Было очень красиво, закатное солнышко. Кемпинг классный. Есть чайник, горячая вода, душ, туалет. Советую. Напротив есть заправка, где можно купить продукты и заправить машину. Ребят, на секундочку, это очень захватывающе и очень страшно. Я не могу ближе подойти, потому что там обрыв из земли. То есть нет камня под этим обрывом. Фантастика. Я крэйзи. Немножечко. Чуть-чуть. Страшно. Я вообще относительно высоты бесстрашный человек, но даже мне здесь очень страшно. Супермаркет Бонус. Вот с такой вот блаженной свинкой. Здесь лучшее соотношение цены и продуктов, поэтому закупаться можно здесь. Исландские магазины не блещут изобилием каких-то особенных продуктов. Все довольно просто и обыденно. Ну, кроме цен, конечно же. Будьте готовы отдать за небольшую пачечку молока 1 евро. За макарошки 1-1,5 евро. Сок 2 евро. Сыр ощутимо дороже. Здесь он будет стоить примерно от 2 и до 6 евро. Я очень хочу чай, который называется Пука Релакс. Ты можешь себе позволить. Чем вы будете заниматься сегодня вечером? Хлеб тоже дорогой. Примерно 4 евро, но его почему-то вечно нет на полках. Мы с Крисой стоим на кассе и взяли... Ну, я бы не сказала, что это дешевый набор продуктов. У нас сегодня прощальный ужин, поэтому мы взяли самые вкусности. Два супчика, какие-то орешки, рыбка, чтобы пожарить сегодня. Хороший сыр, вкусненький. Еще один сыр. Специальный крестьянин чай. И большую банку с разноцветными помидорами. Сейчас посмотрим, сколько у нас выйдет. Это где-то 40 евро. В Исландии все очень дорого. Поэтому мы решили заработать здесь немножко денег на свое путешествие. Мы ведь изредно потратились. И Кондрасива дает концерт. В Исландии все очень дорого. В Исландии все очень дорого. Вот такая классная музыка. Класс. Класс. У меня есть зрители. Мы славы. Последний вечер мы решили арендовать домишку. 150 евро. Целый домик. Час езды от реки Алика. Вид у нас просто шикарный. Ничего вокруг. Только поля и горы. И целом номер. Кухня, спальня, столовая с панорамными окнами. И бонет. Класс. Моя исландская мечта была большой и очень-очень красивой. Я представляла эту поездку в мельчайших деталях и самых ярких красках. И знаете, что самое прекрасное? То, что в реальности Исландия оказалась еще лучше, чем я думала. Очень надеюсь, что мои видеоролики были вам чем-то полезны. Смотивировали на новое путешествие и помогли сделать вашу мечту об Исландии. Чуточку ближе. В скором времени запишу для вас короткое видео о том, как подготовиться к путешествию в эту страну. И какие вещи обязательно стоит взять с собой. Наши же скриз. Островные приключения на этом заканчиваются. Спасибо большое за то, что посмотрели все серии моего исландского северного сезона. И особенное спасибо тем из вас, кто нажимал лайки и оставлял под видео комментарии. А с вами была Аня Кондратина. Всех обнимаю. Скоро увидимся. Пока. Я придумала исландскую скороговорку. Тики-ты на китиков и тики-ты на тупиков. Тики-ты на китиков и тики-ты на тупиков.